Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Еще несколько лет назад молодых будущих мам с тяжелой патологией отправляли на лечение в столицу. Сегодня специализированная помощь оказывается и у нас, а при необходимости бригады врачей выезжают на дом. В нашей студии главный врач областного клинического перинатального центра Елена Петрова. Перинатальный центр Рязанской области – это учреждение третьего уровня оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям. То есть, если сказать по-простому, это центр для беременных с осложненной беременностью, для детишек, которые родились недоношенными преждевременно. То есть, это такое учреждение, где соединена акушерская педиатрическая помощь и где есть условия для оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Давайте теперь конкретно. Какие важные кабинеты есть, чтобы не ехать в Москву молодым мамочкам? Как правило, за чем-то лучшим все едут в столицу. Вышли на уровень Москвы. Зачем есть для нашей мамочки туда? Это как раз касается медико-генетической консультации, которая сейчас у нас находится на базе нашего перинатального центра. То есть, медико-генетическая консультация – это как раз та служба, которая следит за тем, чтобы беременность протекала хорошо, чтобы не было никакой хромосомной аномалии, никаких врожденных пороков. И уже после того, как детишки родились, отслеживать их на наследственные заболевания. То есть, раньше у нас никогда не было инвазивной диагностики. Сейчас у нас уже с 13-го года эта инвазивная диагностика проводится в нашем перинатальном центре. То есть, у нас сейчас как раз медико-генетическая консультация работает, соблюдает все этапы, которые необходимы для беременной женщины. То есть, это сначала постановка на учет в женских консультациях, потом первый этап скрининга, который проводят беременные женщины с 11 до 13 недель – это ультразвуковая диагностика и забор крови как раз на хромосомные аномалии. Затем второй этап скрининга – это УЗИ до 20 недель беременности. И третий этап скрининга – это также УЗИ где-то в 33 недели. То есть, раньше, когда в сроке 11-13 недель выявлялась какая-то хромосомная аномалия, для подтверждения ее женщины отправляли в Москву. Сейчас уже эта необходимость отпала, это все делаем мы в перинатальном центре. Как вы думаете, почему так много проблем у мамочек возникает сегодня, в наши дни? Надо, во-первых, сказать, что возраст рождения ребенка сейчас вырос. То есть, если раньше где-то средний возраст ограничивался где-то 30-35 годами, то сейчас и благодаря высоким технологиям, таким как ИКО, возраст женщин возрос. То есть, мы сейчас имеем женщину и 40 лет, и 45, и иногда бывает и выше, когда она беременеет, ну, не получая какие-то ее проблемы, не давали ей возможность иметь ребенка, а сейчас уже с помощью вот этих высоких технологий она получает своего долгожданного ребеночка. То есть, мы сейчас можем сказать мамам, что, в принципе, в любом возрасте, ну, естественно, в любом здравом, скажем так, возрасте, можно надеяться на чудо. Да, в любом здравом возрасте можно надеяться на чудо. Ну, и, конечно, ни для кого не секрет, чем возраст женщины больше, тем больше, наверное, у нее букет всех заболеваний, которые она обретает за время своей жизни. Поэтому... А есть тенденции какие-то в этом плане? Тенденции к заболеванию? По заболеваниям, да. Ну, конечно, есть. То есть, как любые жители, как любое население, с возрастом увеличивается количество гипертонической болезни у всех и какие-то нарушения эндокринных функций, которые, в принципе, очень влияют потом на последующие течения беременности. Поэтому все, ну, говорят, что как надо все делать вовремя, но так как сейчас возможность есть у всех, поэтому и рост как раз беременности с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями, он возрастает. То есть, если сказать в среднем, то это и в год, и в месяц около 30% от всех родов, которые у нас происходят в Рязанской области, происходит в перинатальном центре. И как раз эти женщины относятся к высокой группе риска, и каждая имеет то или иное какое-то заболевание или по каким-то тоже причинам она не имеет возможности, не может выносить беременность до положенного срока. То есть, это преждевременные роды. То есть, это в год где-то около 14-15% в среднем, то есть, вот за нашу как бы практику уже работы, это идут преждевременные роды, когда ребеночек до своего срока не донашивается, ему необходима уже другая медицинская помощь, помощь наших детских анестезиологов, реаниматологов и неонатологов. У вас есть и выездные бригады? Да, у нас как раз вот благодаря выездным бригадам, которые у нас сейчас есть, и у нас есть дистанционный акушерский центр с выездными бригадами, и дистанционный консультативный центр с неонатальными бригадами. То есть, эти бригады, они оснащены, во-первых, машиной. Спасибо, что мы под модернизацией здравоохранения нам приобрели две машины неонатальных. Это современные машины, полностью укомплектованные оборудованием, на которых наши специалисты выезжают в любой уголок нашей области, где происходят роды, при необходимости, конечно, этой помощи. Потому что помощь, обычно, ребеночку нужна высококвалифицированная у специалиста. Поэтому, выезжая из специалиста, он уточнит, какие показания для выезда, чтобы уже знать, что с собой брать, какие необходимы препараты с собой взять, чтобы оказать помощь. И помощь, оказывается, она может оказаться на месте. Если ребеночек нетранспортабельный, то ему помощь оказывается на месте, какое-то время оставляется, он консультируется с дистанционными докторами. Также осуществляется помощь по дистанционному акушерскому центру. То же самое бригада врачей в составе акушер-гинеколога, анестезиолога, реаниматолога, анестезистки. Также выезжает по вызову родоспомогательного учреждения, в том числе и городские учреждения, и наши родственные дома. А можно сказать, что женщины стали капризнее? Сама недавно наблюдала такую ситуацию в обыкновенном салоне красоты. То есть самая банальная процедура, но шума от девушки было столько, и вот какой-то такой реакции в адрес мастера, что просто вот смотришь, думаешь, ну, боже мой. Все-таки роды – дело серьезное, дело болезненное. Хочется какой-то совет мамочкам дать, чтобы вели себя правильно. Все-таки наши бабушки рожали и по 10 детишек, и все было хорошо на самом деле. Самый главный совет хочется дать женщинам – это относиться как бы серьезно. Во-первых, к планированию беременности. То есть если действительно семейная пара хочет завести ребенка, то перед этим надо пройти предгравидарную подготовку. То есть подготовиться, обследоваться, пройти все анализы. Выявить все, какая патология у них есть. А как долго это сегодня происходит? Ну, в зависимости от того, что женщина какой запас имеет. Во-первых, надо сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, чтобы знать. Если женщина знает, что у нее там больное сердце или больные почки, или еще что-то, то она наблюдается уже у профильных каких-то специалистов, то она должна у них получить как бы разрешение на беременность. Потому что дальнейшее ее ведение будет осуществляться не только акушер-гинекологом, но и этим специалистом, который есть. Поэтому здесь все чисто индивидуально. Но то, что женщина должна прийти в консультацию и сказать, мы планируем беременность, и я хочу с мужем пройти предгравидарную подготовку, и тогда уже врач-акушер-гинеколог полностью соберет весь ее анамнез, выяснит, что ей нужно, и сделает необходимые ей мероприятия диагностические, ну и лечебные, если это понадобится. Коротко о дальнейших планах. Ну, на месте мы никогда не стоим. Поэтому с 13-го года, с 14-го года мы оказываем, получили лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь в перинатальном центре. Это по беременности, по невынашиванию беременности, по плацентарным нарушениям. Также мы получили практически в конце 14-го года, то есть с 15-го года, начнем работу по детской хирургии, нейрохирургии. То есть это тоже очень большой, как бы такой раздел по выхаживанию недоношенных детей. Если раньше любую патологию хирургическую, даже экстренную, мы вынуждены были переводить в детскую больницу, то сейчас уже мы сможем оказывать эту помощь у себя в центре. Также мы планируем развивать, и постоянно мы повышаем свои знания, и доктора повышают знания, ездят везде, учатся на рабочем месте по выхаживанию вот этих экстремально недоношенных детишек с 500 грамм. Потому что это проблема всей России, это не только нашего перинатального центра. То есть наши доктора ездят, обмениваются мнением, учатся, привозят что-то новое, внедряем. Но надо сказать, у нас как бы даже показатели, вот если сравнивать с предыдущими годами, то у нас уже сейчас вот как раз выживаемость, вернее, летальность вот этой группы детишек с 500 грамм, она снизилась с 64% прошлого года до 33% этого года. То есть практически 70% детей вот таких маленьких экстремально недоношенных, они выживают. То есть это благодаря как раз тому желанию, тому профессионализму, которым обладают наши доктора. Ну что ж, терпение вашим специалистам, оно им пригодится всегда и в любом случае. А мамам, их малышам мы желаем здоровья. Это была программа подробностей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова